Последнюю и самую крупную партию контрафакта уничтожили буквально на днях. 750 килограммов яблок и груш из Польши оказались не на прилавках, а под гусеницами трактора. Всего же с конца 2015-го было изъято почти тонна сыра из Польши, Германии и Италии, уничтожено более 260 килограммов рыбы и более центнера мясной продукции. Всего за этот период было зафиксировано 5000 попыток провести контрафактную продукцию на территорию края. Причем зачастую изобретательные предприниматели везут ее под видом совсем других товаров. В Санкт-Петербург было ввезено 19 тонн мяса птицы с нарушением всех требований, с нарушением температурных режимов. По документам груз был заявлен железнодорожным документом, контейнер пришел железнодорожный, как масломоторное. В ходе мероприятий выявлен факт был, продукция приостановлена и по результатам экспертизы, соответственно, нарушение условий перевозки привело к тому, что мясо было дефростировано. По результатам экспертизы мясо было направлено в промпереработку. В Россельхознадзоре подчеркивают, нарушение правил перевозки это только одна из бед. Зачастую в импортных товарах находят опасные для здоровья человека нитраты, консерванты и другие вещества. Всего за прошлый год специалисты предотвратили попадание на прилавки более 430 тонн продуктов, не соответствующих ветеринарно-санитарным нормам. По той же норвежской семге, которая, там и ртуть находили, там и кадмий, там и микробиология не в порядке. Ну, закрыли, по-моему, ничего не изменилось. Тем более семга у нас, лосось на Дальнем Востоке, это в естественных условиях, мы его отлавливаем, действительно, дикий лосось. Или там выращенные в садках, которые сотнями лет выращиваются. Серьезной проверке подвергаются и краевые производители. За прошлый год на особый ветеринарный контроль поставлены 52 сельскохозяйственных предприятия, 8 закрыты за ненадлежащее содержание животных. Однако краевые товары всё равно в разы безопаснее, ведь местные производители в большинстве случаев не используют консерванты. Результаты исследований Красноярского референтного центра и других лабораторий показали, что с каждым годом качество местной продукции растёт. В продуктах, таких как мясо, молоко, яйца или даже фрукты, произведённые в Красноярском крае, специалисты Россельхознадзора не нашли никаких вредных веществ. Александр Ловицкий, Максим Галат. Новости.